итак с чего мы начинаем нашу работу начинаем значит на кнопку с чего начать нажимаем далее прежде всего шаг номер три заполнить юридическую информацию далее выбираем формат v9 v9 nev v8 онлайн тул дальше дальше так теперь мы что мы делаем здесь пишем имя и фамилию на латинице так сейчас пишем имя далее на второй строчке вторую строчку давай пропустим чтоб нам автоматизировать и ниже написано нажмите сюда чтобы изменить легальный адрес синим шрифтом чуть-чуть ниже опустим мышку сразу сюда жмем и пишем адрес так адрес по-английски вставляю так теперь вторая строчка чем мы пишем устала вторая строчка дальше почтовый индекс до 40 30 71 так указано страну да так 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 россиян федерации так штат это мы пишем волгоградская область правильно он район у меня районный поселок нас можно его указать правильно так применить применить так вы уверены окей так она суда вставила сразу да так а здесь индивидуал чуть такое надо нам оставляем индивидуал дальше ставилась у нас каунтри вставилась адрес дальше где адрес вот это юс перманент оставим галочку доставка есть перманент все здесь ничего не заполняем переходим по 2 то есть вторая часть где вторая часть ставим галочку где буква а россия федерация дальше дальше внизу по 3 часть 3 где цифра 11 девочку теперь под 4 где сиган хиа пишем имя и фамилию например с самого верха можно скопировать здания чтобы не писать одно и то же так а здесь процент да мы здесь все опишем свой один номер так теперь здесь галочку ставим да палочку ставим и на кнопку садмит так сейчас формируется форма w8 нам же еще паспорт надо вставлять процент процент сейчас делаем дальше так что то он долго думает появилось появилась вверху большая кнопка есть сейчас еще крутится у меня колесо или так и должно быть может быть все уже загрузилась нет она должна загрузиться так все все confirm now confirm now да нажимаем да нажимаем то есть система нам сгенерировала целый документ который раньше мы распечатывали на принтере заполняли ручкой сканировали и загружали сейчас автоматизировалась так здесь нажимаем на ссылочку go to verification page и заполняем оставшиеся данные название компании нам необязательно день рождения и все данные где такой фон оранжевый розовый так так здесь еще здесь принципе то же самое остается телефона уже все 100 все данные есть телефон плюс 7 и так далее номер серия номер паспорта можно с пробелом можно без пробела так угодно сейчас так так 918 на 3 300 далее выбираем далее выбираем тип паспорта тут снова номер да его опять то же самое сверху скопировать действует дочь о пишем лет на 15-20 добавляем у меня он выдан во втором году 2002 году добавляем 20 добавляем лет 20 добавляет нормально дата вступления в действия пишем да так страну указываем так или я прозевал или она где-то здесь перед буквой с ниже ниже так 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 выбираем файл выбираем файл выбираем файл так 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 ну у меня меньше 5 мегабайт поэтому он пойдет я его укоротил там теперь в самый низ прокручивай эта форма она уже вставилась мы заполнили и сам внизу имя фамилия надо заполнить здесь да там ну вот эти данные так сейчас снова название адрес а в верху есть название можно сверху скопировать сюда вставить 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 штата нету да он не указан почему-то мы же указывали вроде бы он много там указан но здесь не указ но мы сейчас тогда его возьмем отсюда поэтому рекомендую всем кто будет что-то делать на заранее перевести свой адрес через переводчик так все нажимаем на все нажимаем сохранить изменения так что-то не так о типа файлов юридического документа является недоступнее тут недопустим такое бывает там где загружали копию паспорта еще раз выбери файл то что бывает с первого раза не пропускают со второго раза пропускает может быть мне там есть русские слова на на файле на самом и нормы нормально ничего страшно опять то же самое тот же самый файл выбирай так все вроде все правильно стоит вот и еще раз сохранить изменения все форма была сохранена полностью это будет рассмотреть трех-пяти рабочих дней но сейчас у нас там не каникулы зимние поэтому еще ждать и ждать они уже работают за рубежом уже работают уже работают 35 рабочих дней проверят и после этого уже полностью юридически закрепленный аккаунт можно заказывать спокойно и домены и хостинг все будет так ну что далее что нам нужно еще чтобы люди знали с чего начинать этого достаточно чтобы начинать так про серфинг чем мы будем не будем пока рассказывать по серфинг котельным а все до связи тогда всем